Мы разрисовываем. Давай дальше. Зачем нужно умение продать себя? Во-первых, как получить это умение? Его можно получить только опытным путем. Все. По-другому никак. Надо уметь себя продавать. Надо обзаводиться знакомыми. Да. У меня очень много знакомств неприятных было. Допустим, они приводили к неприятным результатам. Например, люди кидали меня на бабу. О, еще там что-то. Действительно очень жестко. Но, тем не менее, я рад, видите, доволен. Это нормально. Вам надо уметь себя продать. Зачем? Первое. Хантинг денег партнеров и инвесторов. Когда-нибудь инвесторов себе привлекали? Кроме краудфандинга. Модное слово. Как привлекал инвесторов? Когда бы тут не инвестор был, там автовики. Мой дядя. Нет, это неинтересно. Девушка уставилась на работу, доготируя все рекламные болты, типа, выставили их или нет. А их выставляла в такой серьезный мужик. Она с ним общалась и как-то между делом сказала, что к этому еще нет. Мы с ним встретились, договорились и все. Какие-то у вас слабые, короче, инвесторы. Обычно инвесторы выглядят так. Я сейчас не буду демонстрировать. Они сидят. Они могут приехать, в принципе, на метро. Это, кстати, очень интересно смотреть на инвесторов, которые приезжают на метро. Это где-нибудь происходит на Арбате. Там есть чихана. Я не знаю почему. Слушай, ты вот никогда не задумывался, почему ты подъезжаешь к Чихане, а там стоят Мазерати, Бентли. Причем, ладно бы это дорогие места были. Мне кажется, они просто экономят. Ну, потому что Бентли, доллар дорого содержать. Вот. И ты подъезжаешь, свой Порш пытаешься как-то воткнуть между Бентли и Мазерати. Главное, чтобы не поцарапать. Вот и все. Я не знаю почему. Самое главное, что они приезжают такие серьезные, и им надо продать. То есть, вот когда, как вам объяснить, когда вы, например, уже приходите, вас встречают по одежке. Все знают прекрасно. Что вы скажете тоже. Ну, мальчики знают это по девочкам. Девочки знают по мальчикам, кстати. Потому что заходишь первые две секунды, все понятно. Поэтому, видите, я сегодня даже приоделся. спустя 9 месяцев. Я даже не знал, влезу я в пиджак свой или нет. Потому что, а вдруг я не продам. Вот. Это тоже является частью продажи. Поэтому у нас люди любят вот эти дорогие часы. Любят, что они еще там любят у нас? Машины, все смотрят на них. Это, кстати, штук в Москве. Дальше же нет ничего. То есть, выйдите куда-нибудь, не знаю. Да дальше вон када просто. Там уже машины такие уже попроще. Вот и все. Ладно. Второй момент – это хантинг сотрудников и поиск лучших сотрудников. Как вы будете нормального сотрудника искать без продажи? Как вы ему втюхаете? Ну, допустим, есть сотрудник, он просит 200 тысяч. Не знаю, какой-нибудь крутой программист. Вы будете его покупать за 200 тысяч? Если у вас его бюджет, будете покупать? Попробуем. Да, вот уже неплохо. В любом случае вы пытаетесь хоть как-то продать свою. Нет, в любом случае вы пытаетесь продать свою, в первую очередь, не себя, а идею. То есть, вы говорите, смотри, классная тема. Я вам могу показать множество примеров, когда человек действительно сбивал цену вот так и даже меньше. Когда человек сгорается идеей, ему интересно. Допустим, вот вам интересно, вот есть какие-то же ниши, которые вас интересуют? Вот вам подходит человек и говорит, смотри, я тебе буду платить. Ну, правда, не 200, а 100. Ну, ведь тебе же интересно. Он такой, ну, блин, в принципе. Ну, а потом больше будет, когда мы как бы больше заработаем. Ну, да, в принципе, согласен. Это все. Ну, согласитесь, эта тема работает. Но там есть много тонкостей, мы о них сейчас не будем говорить. И самое главное еще продажи либо своих услуг, либо себя. Это тоже очень модная тема. У меня есть друг Антон, он здесь тоже выступал. Мне очень нравится, как он это делает. Он занимается бизнес-брокерством. Это продажа бизнесов готовых. Такая очень интересная, специфичная тема. Может, кто-то сталкивался. Когда я увидел, как он это все продает, а я рядом сидел в кафе, меня трясло. Я такой понимаю, что я жизнь прожил уже зря. То есть он где-то у моего возраста, но как он лихо это все продает, крутит. Ну, то есть он красавчик в этом отношении. Причем он умеет заставить человека подписать, там, расписку написать, еще чего-то. То есть ты, причем, думаешь, как ты заставил этого человека написать расписку. Я не знаю, как заставить его сказать свое имя, а ты умудрился расписку с него взять. Ну и так далее. Вот. В общем, тема очень крутая. Учитесь продавать. Кто, как вы считаете, умеет продавать? Или вообще, как постоянно вы продаете? Вот, например, раз в неделю кто продает из вас? Ну, себя, идею какую-то мало. Надо больше. Ну, людей больше. Должны все уметь это делать. Вы должны... Я рекомендую... Встречайтесь с предпринимателями. Есть такой опыт у вас? Встречайтесь. А кто еще есть, кто встречается с предпринимателями, с другими? А что вы делаете на этих встречах? О, у меня все так плохо. У меня трафика нет. О, надо запустить что-нибудь, посоветуй, чтобы посмотреть. Так, что ли, происходит? Ну, обсуждаем публикации вопроса, проблемы или путь их решения. Самый лучший путь решения. Я вам рассказываю. Это правда. По себе понял. Это еще когда? Два года назад. Или три года назад. Мишу я уже три года знаю. Три, да? Мы с тобой знакомы. Ну вот, три года назад. Я, когда я пришел в бизнес-туз. Так, я никого не знаю. Я ни черта не знаю. Так, что делать? Окей. Привет. Как тебя зовут? Привет. А ты чем тогда занимался? Водными... Водным туризмом. А, да, отлично. Так, привет. Ты там занимаешься тем другим. В общем, я подходил со всеми, знакомился и говорю, хорошо, давайте, да, встречаться, не вопрос, да, конечно. И пытался, опять же, одних с другими соединить. Это называется, то ли человек-паук, как это модно, по-модной этой... А? Нетворкинг. Вот, и я вам рекомендую, потому что вы можете, во-первых, продать не только себя, не только свою идею, вы можете продать его идею. Он вам рассказал, например, там, что у него крутые туры по рекам, по Волге, да, я не помню, чем он там занимает, ну, занимался, занимается, хотел сказать. Но это давно, дела давно минувших дней. Вот, и надо уметь брать и продавать еще и его идеи. А еще у меня есть друг, который, это очень хорошо, и это очень нужно любому предпринимателю. Запомните, даже если вы специалист, вам надо тренироваться. Потому что мы живем в социуме, вы вокруг себя кого видите? Компьютер? Ну, кто-то видит компьютер, ладно. А остальные видят людей. Вы в основном общаетесь с людьми. Вы, вам деньги дают, не компьютеры. Ну, банкомат дает их, конечно, но в остальном люди дают деньги, правильно? Поэтому учитесь им продавать. По-другому никак не получится. Я вам даже больше скажу. Кто-нибудь продавал крупным компаниям, вот как раз заводам, пароходам и прочим, да? Например, больше всего меня поразила одна ситуация. Когда я приехал продавать на юге Москвы, как же город называется у нас, Серпухов, да? Серпухов, там завод, этих, труп ПВХ. Приезжаю туда, ну, такой модный весь. Приехал на машине спортивной, выхожу, думаю, сейчас я, ну, как обычно, в общем, всех сражу на повал. Прихожу, захожу в дирекцию, говорю, здрасте, мне вот того-то, того-то нужно, а, там, Сергей Вячеславович, он в бане. Говорю, где, что, где? В бане, ну, у нас здесь баня. Ну, я, в общем, ладно, иду в баню. Захожу в баню, там сидят три мужика. Они парятся. Ну, в общем, уже как бы, ты кто? Я говорю, ну, я такой-то, а, ну, да, да, помню. Ну, садись, сел. Ну, типа, наливают мне водку, не чай. Я говорю, ну, я как бы за рулем. Ничего страшного, нормально. Ну, то есть, вот, это уже какой-то нетворкер, если уж хотите. Вот, в любом случае, я рекомендую вам задуматься над тем, что такой опыт вам обязательный. Я не знаю, как вы его будете получать, потому что меня все спрашивают, а как, а где, а где найти успешных людей, чтобы с ними познакомиться? Я не знаю, я их не видел. Ну, серьезно, это глупые вопросы, потому что, если вы хотите, вы, ну, как бы всегда так. Если вы хотите, вы заработаете деньги, не хотите, окей, это ваша проблема. Вот и все.